МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город живет тогда, когда в нем происходят события. За последние 7 дней в Могилеве их произошло столько, что можно смело утверждать. Могилев – это город-долгожитель. Здравствуйте! Сегодня я, Николай Команцев, и мои коллеги приглашаем вас окунуться в круговорот городских событий и узнать о любимом городе еще больше. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Могилев – город с богатой историей, полной драматических моментов. Его не раз разрушали и восстанавливали. Менялась архитектура. Появлялись новые улицы, а старые растворялись в прошлом. Город помнит все. Поэтому если отправляться в путешествие по любимому Могилеву, то, конечно, из его исторического центра. В Средневековье наш Могилев обладал правами неофициальной столицы и был одним из самых крупных городских центров на территории белорусских земель в составе ВКЛ. Мы находимся на Могилевском замчища. Здесь сохранились остатки замковых укреплений. Можно посмотреть по сторонам следы бастионов, валов, рвов. Ну и сам замок, к сожалению, не сохранился. Могилев не может похвастаться своими замковыми укреплениями. Но тут у нас есть, наверное, самый маленький замок в Беларуси. Вот он здесь такой, благодаря Андрею Воробьеву, установился. Можно сделать представление о том, как выглядели его укрепления. Это башни, замковые стены и те постройки, которые находились внутри. Замок был деревянный, с каменными вкраплениями. Но, несмотря на это, постройка успешно держала осаду. Плюс защищаться от врагов помогало выгодное расположение. Высота над уровнем Днепра доходила до 25-30 метров. Если мы говорим о замке, то он из себя представлял в плане последующей перспективы развития города первый пояс укреплений. И, в общем и целом, длина вот этих стен, если ее так суммарно посчитать, в соответствии с инвентарями, то есть описями самого замка и археологическими материалами она составляла примерно 600 метров. Вот здесь вот, по примерно окружности на этой территории. К ней впоследствии примыкали второй и третий пояса обороны города. Постройки первого пояса до нашего времени не сохранились вообще. Замок сгорел в одном из пожаров. Согласно истории, окончательно он был уничтожен во время Северной войны, а впоследствии здесь же, в историческом месте, появился и первый парк отдыха горожан – сад Дембовецкого. В советское время парку дали имя Горького, зона отдыха носит его до сих пор. А на этой самой территории, где когда-то была церковь с десяток лет назад, возведен православный храм. Нынешняя площадь славы, тогда торговая, с 26 мощенными каменными рядами ремесленников, входила во второй пояс, который ограничивал старый город. Отсюда же к брамам, то есть воротам, вели две главные улицы – Ленинская и Первомайская. Их направления с 16 века не изменились. В прошлом остались разве что названия. Первомайская была Шкловской, а Ленинская – Ветриной. Вообще, о былом средневекового Могилева в городе современном напоминает немного. Ратуша, которая появилась с получением городом Магдабургского права, несколько раз разрушалась до основания и вновь отстраивалась. А в зелени, рядом с Борисоглебской церковью, спрятался крестовоздвиженский храм. С 17 века постройка была известна как жилой дом, а впоследствии перестраивается под православный храм. Конечно же, нельзя не пройти стороной. Наш знаменитый Быховский или же Могилевский, как его официально называют, рынок, который тоже с тех далеких времен, по сути, известен, как такое важное место в торговле города Могилева. Ну а так, здесь мы видим следы былого величия Дубровенки, по которой крупные лодки с товарами доходили практически до уровня современной гостиницы Могилев. Ну и как память о тех далеких временах, здесь стояла одна из брам, в частности Дубровенская, и один из переулков, вот здесь внизу под нами, носит имя Брамный до сих пор. В историческом центре Могилева и сейчас кипит жизнь. Верующие идут в храм, туристы, посещая областной краеведческий и городской музей, заглядывают в парк. А если пройти к подземному переходу у Днепра, можно увидеть, как выглядел Могилев 17 века. Правда, только на гравюрах. На карте Комарова мы четко можем рассмотреть замок. Вот он виден, вот он старый город, вот он новый город, который примыкает к городу старому. За Днепром мы уже видим, вот развивается Лупловское предместое, то есть современное Днепровье. Замечательно и правильно, что было принято решение создать вот такую небольшую экспозицию. Она круглосуточно доступна как могилевщанам, так и нашим гостям. Архитектура города – это, конечно, не только административное здание, но и культурный облик. Могилевская архитектурная школа оставила свой след. Изображение знаменитого фарного кастула Святого Казимира сохранилось в фотографии начала 20-го столетия. Сейчас эта постройка частично утрачена, но определенная его часть, она сохранилась во дворе Белцелекома, здесь на углу улицы Болзина. И эта постройка является одной из самых ранних сохранившихся кирпичных построек нашего города. Мы здесь видим также фото начала 20-го столетия Свято-Покровского храма православного Могилевского, который вот сейчас практически уже на финишную прямую выходит работа по его восстановлению здесь на территории Подниколия. Ну, а это один из прекрасных образцов от Могилевской архитектурной школы 17-го столетия. В принципе, наравне с Свято-Никольским монастырем, там же в Подниколе, чуть поводлинно ходящимся, это вот такая своеобразная жемчужина могилевских архитекторов 17-го столицы. Что же до жилых строений Средневековья, то на Ленинской, обратите внимание, стоит в прошлом роскошная особняк-купца-оножка, построенный в 17-м веке, а ныне музей имени Витольда Белынинского-Берули. Детально увидеть, каким был город второй половины 17-го столетия, можно в Музее истории Могилева. Историки и экскурсоводы предлагают изучить город в миниатюре, а после отправляться в путешествие, и будьте уверены, вы увидите областной центр другими глазами. Новый этап жизни и развития города над Днепром начинается в конце 19-го века, но это уже другая история. Путешествие. Это всегда маленькая история начала чего-то большого. Это время узнавать что-то новое и заводить интересное знакомство. В минувшие выходные Могилев встретил поезд с участниками нового республиканского молодежного проекта. Любовь к родине и активная жизненная позиция. Именно поэтому 90 мальчишек и девчонок со всей страны стали героями команды республиканского поезда «Беларусь. Молодь с натхнением». Молодежь разная. Мы собрали для того, чтобы она познакомилась, поделилась своими умениями, навыками, могла презентовать себя своим ровесникам, ну а также узнать, чем дышит в той или иной области молодежь. Могилев стал третьим городом на пути юных путешественников. Стартовал поезд из Витебска. Затем Шклов. И вот молодых людей встретил Могилев. Знакомство с городом началось в стенах одного из старейших вузов областного центра в Могилевском государственном университете имени Аркадия Булешова. Здесь прошла встреча в формате открытого диалога с активом Могилева. «Состоялась такая конструктивная, хорошая, откровенная беседа, разговор о том, с чего вообще нужно начинать молодому человеку, для того, чтобы раскрыть полностью формулу своего успеха. Акцент был сделан и на сельскую молодежь, и на выходцев из областных центров. По большому счету, всех нас должно объединять понимание того, что мы живем и трудимся на родной земле». Участников молодежного проекта «Беларусь. Молодь. Натхнение» в Могилеве ждала насыщенная программа. Экскурсия по знаменитым историческим местам города, мемориал «Буйническое поле» и музей Агролесотехнического колледжа. «Здесь вековая история. Вековая история, которую мы должны помнить, потому что мы все прекрасно знаем, нельзя строить настоящее, забывая о будущем. На этом должна расти наша молодежь». Этот музей военной техники на месте, где в 1944 году советские солдаты прорвали оборону немцев, впечатлил всех – и гостей, и коренных погилевчан. «Честно говоря, многую историю, которую нам рассказывали, я слышу в первый раз. Для меня самой это было крайне интересно. Также я могу поделиться с кем-то тем, что знаю уже. Поэтому мы сидим в автобусах, нам рассказывают, и мы все ждем, когда нам расскажут то, что мы знаем, и то, что мы не знаем. То есть это очень интересно и захватывающе». Ну а вечером участников команды республиканского поезда «Беларусь. Молодь. Натхнение» в Могилеве ждал музыкальный сюрприз – молодежная программа под открытым небом «Разом». С участием известных артистов города. Расскажите, как прошел день в Могилеве? О, это было просто невероятно. Куча эмоций, все переполняет, много знакомств, новые места, все отлично. Замечательно! Могилев – лучший город! И с этим не поспоришь. Ну а впереди участников молодежного проекта ждут новые города. Но многие из этих девушек и парней обещали приехать в Могилев снова. В этом году 10 придворовых территорий Октябрьского района города Могилева обретут новый вид. Среди них микрозона по улице Шмидта. Здесь уже установили детское оборудование. Такой подарок местной детворе удалось сделать благодаря спонсорам. Завершающим аккордом обновлений стал праздник двора. Вот бывает же такое – идешь домой, а в твоем дворе настоящий праздник. И это не сон, а реальность. Прямо к тебе в гости приехали артисты. Возле дома развернули настоящую ярмарку с батутами, играми, мастер-классами и танцами. Такое бывает раз в году, когда местное жрео завершает благоустройство во дворе. У нас есть официальный план благоустройства дворовых территорий в Октябрьском районе. У нас их на этот год 10. Почему вот в этом? Потому что у нас появились спонсоры замечательные, которые помогли нам приобрести вот это оборудование, но останавливали собственными силами наше Кубжрео. Задача осталась наших жителей, чтобы изберечь это оборудование. Раньше местной детворе приходилось ходить в гости в соседний двор. Теперь все внимание ребят приковано к новому уже своему комплексу. Деньги на оборудование дали спонсоры. Это Могилевское областное отделение Белорусского фонда мира и частное могилевское предприятие «Завод горного машиностроения». Нам, как жителям города, конечно, это интересно. Сделать что-то приятное для детишек. Мы рады, что наша администрация заботится все-таки о дворовых территориях, о наших детях, о нашем будущем. Что они остаются в стороне. Ну а мы, как спонсоры, рады участвовать и принимать в этом участие. Бонд мира – это не какая-то коммерческая, богатая организация, которая дает деньги тем, кто попросит. Никоим образом не так. Мы, организация общественная, участвуют в деятельности фонда. Люди сами, вот, жители этого района Октябрьского, этой микрозоны, этих домов, либо по месту жительства, либо там, где они работают. И, конечно, благодаря тому, что люди сами понимают, что через общественную жизнь они могут сами изменить к лучшему свой быт, конечно, можно все. Детскому комплексу радуются не только дети, но и взрослые. Я считаю, что для детей, ну, это праздник. Ну, и вы сегодня очень праздник нам хороший устроили. И концерт такой тоже, и для взрослых, и детей. Ну, я считаю, когда наша малышка подрастет, будем ходить сюда. Очень довольны, что благоустроили двор. Есть где погулять с детьми, особенно на многодетной семье. Здорово. Дети довольны, и мы тоже. Главная цель такого праздника – возродить дворовые традиции и отвлечь детей от гаджетов. И в этот день это точно удалось. На праздник примчались дети со всех уголков района. Он веселый, напоминает о нашей стране, то, что мы Белоруссия, и наша страна самая лучшая. Мне праздник понравился, мы с братом моим с ним успели попоткаться, сделали вот такие вот аквагримы, такие вот аквариевки, поделки вот такие, ну, и, ну, хорошо, короче, отдохнуть. Праздник просто обалденный. Если вы хотите узнать все главные могилевские новости, ищите их здесь, на Звездной площади. Ведь именно отсюда мы транслируем наш короткий дайджест новостей. До конца года в частном секторе Могилева смогут полностью самостоятельно сортировать отходы. Почти 15 тысяч домовладений Могилева уже получили свои контейнеры для раздельного сбора мусора. Еще около 8 тысяч домов получат их в этом году. Таким образом, уже до конца года жители частного сектора Могилева смогут полностью сортировать бытовые отходы. Для удобства жителей представители спецавтопредприятия ежедневно выезжают в районы частного сектора на передачу жителям пластиковой тары для бытовых отходов. По результатам лабораторных исследований в одной из проб воды, отобранных в Печерском водохранилище, качество не соответствует требованиям гигиенического норматива по микробиологическим показателям. В связи с этим рекомендовано ограничить купание детей в данной зоне отдыха. Что касается качества воды в реке Днепр, на городском пляже и в Гребеневском водохранилище, все отобранные пробы из этих зон отдыха по-прежнему не соответствуют гигиеническим нормам. Поэтому купание детей и взрослых, а также занятия видами водного спорта в реке Днепр, на городском пляже и Гребеневском водохранилище запрещены. С 25 июля вузы начнут принимать документы от абитуриентов. Вступительная кампания продлится до 31 июля. В этот промежуток времени абитуриенты Могилевского государственного университета имени Аркадия Кулешова смогут подать документы онлайн. Здесь внедрили новую систему, которая позволит формировать личное дело студента в реальном времени от момента поступления до диплома. Новый сервис в учебном заведении работает пока в тестовом режиме. Уже через несколько дней сюда поступят реальные данные от потенциальных студентов. Вот такой насыщенный выдалась уходящая неделя в нашей городской жизни. Но это далеко не все события и истории, которые мы хотим вам рассказать сегодня. А поехали на выходных на природу. Ну правда, после недели городской суеты так хочется оказаться подальше от цивилизации. Хотя постойте, можно ведь выехать на природу, не покидая черты города. В сегодняшнем выпуске программы встретимся у звездочета топ-5 самых зеленых мест Могилева. Печерский лесопарк, пожалуй, самое популярное место во время летнего зноя. Расположен он в северо-западной части города. Ученые считают, что средний возраст деревьев в Печерском лесопарке 71 год. Хотя встречаются дубы и 140, и 160 лет. Но самое популярное место здесь, конечно же, Печерское озеро. Вот уже где место притяжения всех могилевчан. Вы знали, что в Любурском лесопарке можно заниматься спортивным туризмом? Здесь такие спуски и подъемы, что и в горы уже ходить не нужно. Площадь Любурского лесопарка 2,5 тысячи гектаров. И говорят, что здесь одновременно может отдыхать 21 тысяча человек. Но предлагаем ходить сюда после дождя. Полная лукошка грибов обеспечена. А это Фатинский залив – любимое место отдыха для жителей микрорайона Фатина. В прошлом году они обратились к главе области с просьбой благоустроить их любимое место отдыха. Что ж, посмотрим. А это берег Днепра. В принципе, он ничем не примечателен. Там парк Подниколье, там Фатинский залив. На реке можно часто встретить байдарочников, ведь здесь недалеко грибная база. А вообще, это мое самое любимое место в городе. А если Любушь, Печерск и Фатинский залив для вас далековаты, то добро пожаловать на городской пляж. Здесь можно и шашлыки пожарить и позагорать, и ножки в воде помочить. Но только ножки. Санэпидемслужбы не рекомендуют купаться в Днепре. Как видим, выехать на природу можно и на автобусе. А самое главное – не забыть не только корзину с фруктами, но и правила поведения на воде и в лесу. Немного ближе познакомились с нашим любимым городом, а теперь давайте получше узнаем его жителей. Иногда много лет здороваешься с соседом, но даже не знаешь его именем. Работаешь в одном офисе и не догадываешься, чем увлекается твой коллега. О поддержке и близости на дистанции, которые сейчас так необходимы каждому. Психологический фотопроект «Вторая половина». Любой фотоснимок передает эмоции. Работы, которые представлены в проекте «Вторая половина», гораздо глубже и многогранней обычных фотографий. Впервые в Могилеве проходит выставка психологических фоторабот. Проект этот о близости, о том, что нас объединяет. Не секрет, что каждый из нас ищет в другом что-то, того, чего себе не хватает. И это как раз о том, что можно найти в другом человеке, чем можно поделиться с ним. Автор выставки – Лена Громова. Фотограф, влюбленный в психологию. И журналист телерадиокомпании «Могилев». Участниками проекта стали обычные горожане, случайные прохожие, которым стало любопытно заглянуть чуть поглубже внутрь себя. Мама и дочь, отец и сын, брат и сестра, влюбленная пара. Или подруги, которые знают друг друга уже 65 лет. Дружат они с 1955 года. Это Лиля и Майя. Обычно люди в возрасте, они консерваторы. Они говорят, да ладно, вот я там не фотогеничная, я там не буду, да пусть лучше мои внуки. А бабушки так весело сказали, мы тоже хотим. Вот нас объединяет, мы опором можем друг на друга опереться. И это очень приятно, очень здорово. 30 работ и 30 историй. О доверии и дружбе, о любви к танцам и родстве душ, о первом свидании, которое точно запомнится на всю жизнь. Вот видно, что он пришел с цветами, мирно так они прогуливались. И казалось бы, на первом свидании участие в фотопроекте вообще в планы не входит. То есть попить бы кофе, узнать друг о друге больше. Но благодаря этому проекту открыть в себе новое смогли и пары, которые много лет знают друг друга, даже всю жизнь. Всем героям задавался вопрос, что объединяет ваши половинки? Что вы цените друг в друге больше всего? Ответ искали в психологической беседе, и только потом делался снимок. Так появились подписи к работам. Забота, поддержка, нежность, доверие. Те основы, на которых держится союз половинок. Вот это вот моих три любимых фотографии. Это то, что я ценю в людях. Это творчество, партнерство, понимание. Я это нахожу в своем партнере. Но то, как сделаны эти фотографии, мне очень близко. Вообще сделано это все в жанре мультиэкспозиции. Это когда один кадр накладывается на другой. При этом не было абсолютно никаких дублей. Все снято с одного дубля. То есть вот у меня здесь 30 фотографий и 30 дублей было всего. Никакого фотошопа. Мультиэкспозиция – это всегда неожиданный результат. Как для моделей, так и для фотографа. До последнего момента никто не может наверняка знать, что получится на снимке. В итоге простые позы, привычные взгляды наполняются глубочайшими смыслами. Раскрыть их помогают разные методы съемки. Вот это, например, фотография снята с разной выдержкой. Вот мужчина, Костя в данном случае, да, он снят как такая опора, такой прям вот. А девушка Лиза, она такая воздушная. И они в этом противоположности. И с помощью настроек фотоаппарата, с помощью выдержки я смогла вот эту воздушность передать. От идеи до полного воплощения проекта прошла всего одна неделя. Фотомастера Могилева не припомнят, чтобы кому-то удавалось организовать выставку за столь короткий срок. Коллеги высоко оценили фотоэксперимент. Но главное, проект стал очень близок к простым горожанам. Мне очень понравилось про партнерство, работа. Потому что партнерство, я считаю, что это самое важное, что есть в любых отношениях. В семейных, в личных отношениях. Я думаю, что это основа основ. Когда люди уходили с этой площадки, фотозоны нашей, да, Творик? То, ну, звучало то, что они произносили столько добрых, теплых слов. И то, что они, может быть, за долгие-долгие месяцы и годы не могли сказать в таком количестве. И так много приятного друг другу. Вот это очень здорово. Выставка «Вторая половина» проходит в стенах музея Беллонинского Берули до 20 августа. И пока мы знакомились с работами, Лена сделала фото в жанре мультиэкспозиция и нашей съемочной группы. Посмотрите, какой результат. Сложно сказать, чего больше в этом проекте – психологии или фотоискусство. Но главное – в нем много любви. К людям, которые тебя окружают, к половинам, которым ты дорог. Проекты еще будут. Тем более, что вот как раз те самые психологические проекты, они только-только начинаются у нас в Беларуси. И мне очень приятно быть к этому причастна. Психологический фото-проект снимался во внутреннем творике музея Беллонинского Берули. Активная творческая жизнь здесь кипит все лето. Уже 31 июля в музее ждут новых гостей. Это будет вечером в 19.30. Мы приглашаем всех желающих познакомиться с фильмами, обсуждение этих фильмов. И, конечно, потом уже будет такая небольшая театрализованная композиция, когда уже станет, наверное, совсем-совсем темно и начнут зажигаться фонари. Это значит, что несмотря на дистанции и расстояния, несмотря на различия и несовпадения, мы всегда можем быть ближе друг к другу. Хорошая погода так и тянет на пляж. Особенно, когда там можно не только купаться и загорать, но и заниматься спортом. Ведь лето располагает к активному отдыху. Тем более, если в городе есть условия для этого. Короткая разминка и в бой, точнее, на поле. Городской турнир по пляжному волейболу проводится в Могилеве уже 13 раз. Есть новички, есть и завсегдатые. Например, предприятие «Облгаз». Самое многочисленное представило целых четыре команды. У нас есть команды, которые представляют команду на республике. Какие-то межзрослевые соревнования. Там есть два-три раза в год какие-то соревнования проходят. Участники команды не просто коллеги, а уже сложившиеся тандемы. Дмитрий и Павел, представители команды «Могилевского локомотива», играют вместе уже больше десяти лет. Делятся секретом мастерства. Хороший напарник на вес золота не только на работе, но и на волейбольной площадке. Уже знаешь, кто где играет, кто куда пасует, кто где нападает. Сыгранность – это очень важно. На этом уровне это может не иметь значения. А там, где команды хорошего уровня, которые играют безошибочно, это играет очень большую роль. То есть эта сыгранность, она тоже много дает. В отличие от профессиональных спортсменов, у этих игроков не так много времени на тренировки, то либо после основной работы. Ежедневно тренируемся, бывает, что день по две тренировки. Но так как я сейчас работаю, то сейчас получается тренироваться только один раз в день. Где найти в себе силы после тяжелого рабочего дня пойти еще и на тренировку? А это главное в голове, чтобы было. Если хочешь или любишь это дело, то все получится. Однако ни палящее солнце, ни сложный рабочий день, их не пугают, а наоборот раззадоривают. Это те люди, которые не боятся ни коронавируса, ввиду здорового образа жизни, любят волейбол, спорт в целом. И каждым годом у нас по одной, по две команды добавляется. В том году было 9 мужских команд, в этом уже 12. Значит, уже людей интерес растет к пляжному волейболу. По итогам турнира среди мужских команд победили представители Могилев-Облгаза, а среди женщин Могилевского локомотива. Но главное, это ровный загар и хорошее настроение у всех. Пыльные альбомы со старыми фотоснимками уже канули в прошлое. На их место пришли новые технологии. И это здорово, ведь ни в один фотоальбом не поместится столько фотографий, сколько вмещает в себя Инстаграм. Фотохроники уходящей недели в рубрике «Инста Могилев». Не верьте взрослым, которые говорят, что не любят сахарную вату. Она вкусная в любом возрасте. Всего пару месяцев назад мы пустили фотографии цветочных деревьев. Как вдруг они поменяли свой цвет с белого на красный. На рассвете или на закате котики прекрасны в любое время суток. Июль подарил нам буйство погоды. Но, согласитесь, даже в ненастье это выглядит красиво. Место встречи у фонтанов. Как хорошо, что в нашем любимом городе есть вот такие яркие граффити и такие яркие люди. Обычно мы постим драматический театр совсем с другого ракурса. Но, согласитесь, так даже интереснее. А если места для фотосессий в городе у вас закончились, поезжайте чуть дальше центра. Уверены, сочные фотографии обеспечены. И все-таки улица Ленинская, жемчужина Могилева. Вот таким на этой неделе увидела город команда программы «Встретимся у звездочета». Ну, а впереди нас ждут новые семь дней, новые открытия и новые события, благодаря которым мы еще раз убедимся в том, что родной город – это несоизмеримо больше, чем просто место, в котором ты родился. Встречаемся через неделю на Звездной площади на Беларуси-4 Могилев. Продолжение следует...